Dukascopy Music – канал, открывающий новые музыкальные таланты, сочные клипы, не прерывающиеся на рекламу, качественная музыка и неординарный контент. Переходи по аннотации и узнай, какой клип будет следующим. Битва пиратов. iOS против андроида. Здравствуйте, друзья! С вами КикОбзор. Ни для кого не секрет, что в наших с вами реалиях не последние, а даже самые передовые роли играют всевозможные гаджеты, технологии и инновации, которые существенно облегчают нам жизнь, а иногда и усложняют. Ну тут уж ничего не поделать, прогресс требует жертв. Сегодня мы хотели бы с вами обсудить гигантов технологического мира, которые с энтузиазмом космических масштабов подсадили нас на свой товар. Сегодня речь пойдет о самом вкусном, об операционной начинке кремниевых плюшек. И самые отличившиеся на сегодняшний день это, естественно, iOS и Android. А начнем мы, пожалуй, с iOS. Хотя нет, с андроида. Де-факто он старше. Поехали! Многие считают, что история системы Android началась в 2008 году, когда была выпущена первая версия. Но на самом деле все началось на 5 лет раньше, в 2003 году, когда Энди Рубин с товарищами Ником Сирсом, Крисом Уайтом и Ричем Майнером решили создать мобильную операционную систему и зарегистрировали компанию, назвав ее Android Incorporate. Разработчики сначала сосредоточились на устройствах, которые могли бы постоянно находиться у пользователей, определять их местоположение по GPS и автоматически подстраиваться под нужды этих самых пользователей. К 2005 году Энди и друзья потратили все свои кровные на становление компании, а инвесторы на тот момент не хотели вкладываться в непонятный стартап. Но тут к парням по счастливой случайности присмотрелись из Google. И 17 августа 2005 корпорация стала полноправным владельцем маленькой Android Incorporated. Стоит, конечно же, отметить, что Google на тот момент не имела каких-то особых планов на гаджеты, а была больше сосредоточена на улучшении собственного ПО и алгоритмов поиска. Страшно сказать, но мы все-таки это сделаем. У Google тогда не было даже YouTube. Сразу после покупки решается, что Android будет свободной операционной системой и, конечно же, в первую очередь, ориентированной на внедрение сервиса в Google. Так как Энди Рубин изначально занимался проектом, связанным с GPS, а у корпорации уже были карты, предполагалось внедрение этих самых карт в телефоны. Причем тогда еще не было смартфонов, поэтому карты могли появиться на обычном кнопочном телефоне. Первые тесты указывают на то, что Google ориентировались на опыт BlackBerry. Но их планы ломаются в 2007, когда выходит iPhone, работавший на операционной системе iPhone OS. Во время анонса первого запретного плода Apple особо подчеркивали тот факт, что мобильная платформа основана на том же Unix ядре, что и Mac OS X. Это означало, что операционная система располагает многими инструментами своего настольного товарища. Но, несмотря на это, первый i-телефон существенно уступал своим конкурентам по насыщенности функций. Windows Mobile, Palm OS, Symbian и даже BlackBerry были функциональнее своего яблочного собрата. iPhone не был многозадачным и не поддерживал сотовые сети 3G. На телефон нельзя было устанавливать сторонние приложения. Невозможно было скопировать фрагмент текста и вставить его в другое место. Отсутствовала возможность вложения произвольных файлов в электронные письма. Кирпич не поддерживал MMS, Exchange, Tethering, документы Office, голосовой набор номера. Не обладал он и настраиваемым домашним экраном. Он был реально тем же кнопочным телефоном, только с тачскрином вместо кнопок. Система была полностью закрыта не только от хакеров, но и от разработчиков. Нам кажется, иногда даже для своих. Но, несмотря на то, что телефон по сути не умел ничего делать и уступал, к примеру, смартфонам от Nokia, за исключением тачскрина, в яблоке сосредоточились на том, чтобы пользователям было приятно взаимодействовать с системой и телефоном. Приложения работали быстро и слаженно. В сети немногие функции, которыми располагал телефон, работали значительно лучше, чем на других доступных в 2007 году телефонах. Система, вскоре переименованная в iOS 1.0, принесла с собой массу инноваций, но самым революционным для мобильной индустрии стал полностью сенсорный интерфейс пользователя. До iOS смартфоны или не обладали сенсорным экраном, или эти экраны были резистивными. Это значит, что работать с ними можно было только при помощи стилуса. Ага, тыкать палочкой в дисплей. С приходом iPhone сенсорный экран стал емкостным, тем самым избавившись от физических кнопок. Apple сделала тачскрин основным средством управления телефоном. Такие эффекты, как увеличение двумя пальцами и инерционная прокрутка, придали интерфейсу ощущение естественности. Скорость работы в iOS 1.0 и отсутствие задержек в выполнении команд изумили пользователей в далеком 2007 году. В Google резко пересмотрели стратегию и отношение к стартапу Android. Сразу же подготавливается первая сборка Android 1.0. Но у Google нет партнера, который выпустил бы телефон на новой оси. Поскольку Nokia слишком крупная компания, с которой может возникнуть конфликт интересов, в Google выбирают между LG и HTC. Корейской LG интересен рынок США. Однако такое сотрудничество не кажется удачным, поскольку у них была договоренность с Microsoft по созданию смартфонов на Windows Mobile. А вот HTC была готова к совместной работе. И даже более тайваньская компания смогла быстро создать рабочие образцы. Азиаты, а не знаете такие. Первым известным прототипом стал Google Zoomer без тачскрина, сугубо для тестировки новой операционки. И уже 22 декабря 2008 года оператор T-Mobile в США начинает продажи HTC Dream T-Mobile G1. Первого Android-смартфона, в котором присутствовал сенсорный экран, и ось полностью интегрировалась под его использование. Но переработать операционку из гибридной в полностью тачскринную смогли только к версии 1 и 6. Именно с этого момента и начинается взлет Android. Интерес к HTC Dream в США был огромен. Оператор за полгода продал 1 миллион устройств. И вот тут уже зашевелились яблочники. Ко второму релизу уже iOS стало понятно, что без приложений сторонних разработчиков им никак не обойтись. И вместе со второй версией операционки анонсировали App Store и возможность выкладывать в него сторонние приложения для смартфона. Такие магазины приложений уже не были редкостью. Тот же Android Market. Со второй версией операционной системы появился SDK, позволяющий любому разработчику писать свои приложения для iPhone и iPod. Вторая версия, несмотря на положительные стороны, была одной из самых неудачных. В основном из-за сокращения времени работы батареи. Оптимизацией операционки создатели занимались все время, в связи с чем обновления происходили очень часто. Что тоже, кстати, сказалось на плохом отношении к системе. После усовершенствования первой версии, Android получил уже расширенную функциональность и хороший внешний вид к версии 2.0. А затем F2.1 с одинаковым кодовым именем Eclare. Стало возможным использовать несколько аккаунтов Google, а стандартный веб-браузер получил поддержку HTML5. Одновременно с этим в продажу поступали новые модели Android-смартфонов HTC Magic и Hero, Motorola Droid и Samsung Galaxy. Обновление 2.3 Gingerbread стало рекордсменом и до 2013 года использовалось на рекордном количестве устройств. Следом Google представили Android 3.0 Honeycomb, спроектированный специально для планшетов. Естественно, в империи зла понимали, что иметь две раздельные системы для смартфонов и планшетов – это ой как невыгодно. И в 2011 году выпускается Android 4.0 Ice Cream Sandwich – первая кроссплатформенная версия зеленого робота. В сборке появляется доступ к приложениям прямо с локскрина, а Android Market переименовывается в Google Play. В то же время iOS дорастает до четвертой версии, в которой основные изменения коснулись многозадачности, Wi-Fi модема и, конечно же, оптимизации. Важным также принято считать обновление iOS 4.1, которое появилось в сентябре 2010-го. В нем расширились игровые возможности, появился гейм-центр, съемки фотографий в качестве HDR и возможность загрузки видеороликов на YouTube. Пятая версия появилась через год вместе с iPhone 4S. Были представлены улучшения, новые функции и, конечно же, Siri – виртуальная помощница для людей с идеальным английским произношением. Также была представлена система iMessage, которую купертиновцы свистнули у BlackBerry. В отличие, кстати, от Siri, которую они прикупили. И, конечно же, iCloud. Документы, фотографии, файлы и фотки голой Дженнифер Лоуренс теперь можно было хранить в облачном хранилище данных. Друзья, покупайте игры на нашем магазине steamcase.kick-обзор.ру Последние новинки по самым низким ценам ждут вас. Ссылка в описании. Шестая версия операционной системы стала доступна пользователям с 19 сентября 2012 года вместе с презентацией iPhone 5 и iPad mini. В этой версии Apple внедрила свои карты, ибо все это время пользовалась гугловскими. Но после того, как многие сотрудники на следующее утро не нашли себе дорогу на работу, на некоторое время опять было решено вернуться к гугл-картам. Обновление все исправило. Также обновление получила и Siri. Теперь она различала английские акценты, но для русскоязычных пользователей все еще была неактуальна и требовала походы к репетитору. В 2013 году была представлена седьмая версия iOS. Ее называют инновационной. Разработчики внедрили много новых возможностей и кардинально переработали внешний вид. Новые шрифты, иконки и улучшенный интерфейс. Из функционалов можно отметить Control Center, который позволял управлять запущенными процессами и давал быстрый доступ к режимам работы устройства. AirDrop для обмена файлами с пользователями iOS-устройств. Новый функционал интерфейс камеры. Сканер отпечатков пальцев, который, кстати, нельзя считать яблочным изобретением, однако именно iPhone 5s образца 2013 года поднял дактилоскопию на совершенно новый, удобный и практичный уровень, предложив встроенную в iOS подсистему Touch ID. А знаете, почему мы заострили внимание на Apple? А потому что после объединения планшетной и смартфонной версий ничего особо нового с Android не происходило. Ну вот, в 2013 году на рынке появляется Nexus 5. И для него и других устройств, естественно, выходит новая версия Android 4.4 KitKat. В шоколадке появилась прозрачность верхней панели уведомлений, новый шрифт, поддержка полноэкранного интерфейса и упрощенный доступ к сервису Google Now. Короче, Android KitKat стал практически совершенной версией системы по сравнению со старыми убогими квадратиками, худо-бедно-красивыми. Работа всех сервисов была отлажена, внешний вид почти догнал iOS по интуитивности. iOS прошлой версии. И вот тут, на волне восхваления системы от Apple, скажем, что если iOS 7 была и вправду инновационной для компаний, то восьмая версия была копированием дроида. От интерактивных уведомлений, которые были уже в четвертой версии Android, до синхронизации галереи с фоторедактором и многими другими плюшками. Одни виджеты чего стоили, которых для Android хоть отбавляй. Сложилось ощущение, что ребята не заморачивались. Хотя одно обновление мы не могли обойти стороной. Высокомерная Siri начала понимать великий и могучий. Последняя версия iOS — десятая. По словам разработчиков, iOS 10 стала лучше, быстрее, продуманнее в ряде аспектов. Самые заметные изменения с iOS 10 случились на экране блокировки. Теперь он поддерживает перемещение влево и вправо, прямо как почти в любом локскрине для андроида. Слева от главного экрана расположилась строка поиска Spotlight и переработанный блок виджетов. Ну а справа камера. Возможности общения посредством iMessage серьезно расширились. Собеседнику можно будет отправить рисунок, пульс, различные графические эффекты. Да, мы не оговорились. Пульс. Сердечный. Отправку сообщений теперь можно сопровождать различными визуальными эффектами. А передавать информацию можно с помощью невидимых чернил. В приложении Фото добавлены возможности анализа фотографий и распознавания лиц. Можно попросить Siri показать снимки с автомобилями и система безошибочно отыщет их в вашей фотоколлекции. Аналогично действует и распознавание лиц. Много внимания Apple уделила обновлению карт, точнее их возможностей. Теперь сразу после запуска приложения можно указать цель маршрута. На выбор также доступны места, которые могут представлять интерес для пользователя. Можно просмотреть погоду в определенной точке на карте. Но хватит о яблоке. Им сейчас и так хорошо с рекордными продажами i-телефонов. Не будем их теребонькать. Последние версии Дроида, выходившие с такой скоростью, что сложно было следить за изменениями, это Лоллипоп, Маршмеллоу и Нуга. В Лоллипоп стала поддерживаться работа с двумя сим-картами, которая ранее реализовывалась собственными силами производителей. Был переработан режим авторегулировки яркости экрана и... и... и всё. Вышла следующая версия. В Android Marshmallow среди главных функций релиза мобильная платежная система Android Pay и стандартизированная верификация при помощи отпечатков пальцев на уровне платформы. Для устройств, оснащенных сканером отпечатка, стала доступна разблокировка гаджета и авторизация покупок в Google Play. Функция Dose, которая работает за счет сенсора движения, когда устройство находится в покое долгое время, активируется глубокий спящий режим. Активность приложений в фоновом режиме сильно ограничивается, что сохраняет заряд батареи. Наконец-то! Ну а версии с названием Нуга реализовано многооконное разделение экрана, в котором два приложения могут занять две половины экрана. Новый дизайн папок. Значки внутри рамки выстроены в сетку. Ночной режим позволяет добиться оптимального отображения информации на экране с помощью автоматического повышения контрастности и регулировки яркости, ну и многое-многое другое, по словам разработчиков. Кардинальных изменений опять-таки нет. В этом весь андроид. Вроде все, друзья. Мы быстро ознакомились с историей развития вечно враждующих операционок. Напишите в комментариях, какую систему вы ненавидите больше – андроид или iOS. Не забудьте поставить ваш палец вверх и подписаться, чтобы не пропустить новые ролики на нашем канале. С вами был КикОбзор. Увидимся!